Человек и одежда В нашем фильме мы расскажем об особенностях одежды, о том, как ее создают. Научиться хорошо шить – дело далеко не простое, но при желании и настойчивости, конечно, не сразу, вы овладеете этим мастерством и будете получать огромное удовольствие от модной и удобной одежды, сшитой своими руками. Вы, вероятно, уже знаете, что назначение одежды определяет ее характер. Существуют четыре класса одежды – специальная, бытовая, военная и ведомственная. Бытовая одежда, в свою очередь, делится на группы и подгруппы. Платье, в котором вы занимаетесь домашним хозяйством, относится к классу бытовой одежды. Бытовая одежда может быть и нарядной. Спортивная одежда соответствует виду спорта. Она должна быть удобной, красивой и не стеснять движений. Характер производственной одежды чаще всего обусловлен требованиями гигиены и техники безопасности. Ярко-оранжевые жилеты, работающих под кранами строителей и дорожных рабочих, заметны издалека. По ведомственной форме на одежде легко узнать летчика, моряка, милиционера. Есть форма и у вас. В торжественные дни черный фартук заменяется белым, нарядным. Одежда зависит и от времени года, поэтому шьют ее из разных материалов. Для летнего платья подходят ткани из хлопка, из льна, из натурального или искусственного шелка. Осеннюю или зимнюю одежду делают из плотных теплых тканей. Словом, одежда бывает самая разнообразная на все случаи жизни для мужчин и женщин, для взрослых и детей. Тоже разрабатывают модели одежды. Этим занимаются художники-модельеры, специалисты высокой квалификации. От их фантазии, художественного чутья, чувства формы во многом зависит, как мы будем одеты. Художник всегда ищет новое, отвечающее времени. Основой современной одежды в Советском Союзе, как и в большинстве стран мира, является так называемый общий европейский стиль. Сегодня мода отдает предпочтение простоте и лаконичности форм, строгому силуэту. Основные формы силуэта прямой, прилегающий, полуприлегающий и троэпицевидный. Искусство модельера заключается в том, чтобы найти художественный образ, стиль одежды. Например, для классического стиля характерны строгие формы, чуткие линии, естественные пропорции, соответствующие фигуре человека. Спортивный стиль отличается контрастным сочетанием тканей, множеством деталей, разнообразной отделкой, использованием металлических пряжек, застежек и молний. Романтический стиль в современной моде открывает перед художником широкие возможности для фантазии и свободного творчества. Такой стиль особенно хорош для свадебного наряда, вечернего платья. А это платье решено иначе. Его свободная драпировка на фигуре напоминает античную одежду. И без кроя и шитья из прямых полотничь ткани древние греки создавали драпирующиеся одежды. Они подчеркивали красоту тела. Хорошо зная историю искусств, художники-модельеры нередко используют элементы одежды далеких эпох, каждая из которых отличалась своим художественным стилем. Готическому стилю в архитектуре в средние века соответствовал и силуэт костюма. Драпированная одежда сменилась к районы, остроконечные головные уборы, шлейфы, длинные рукава. Все это изменяло естественные пропорции тела человека, любование которым считалось греховным. В эпоху возрождения вновь появляется интерес к человеку. Линии одежды становятся мягче, свободнее. Впервые появляются краёны отдельно от переда и спинки рукава. Но их не вшивали, а подвязывали бантами каждый раз, когда одевали платье. Воротники тоже не вшивали в горловину, а надевали поверх костюма. Одежда знати отличалась роскошью. Её шили из бархата, парчи, атласных тканей и украшали жемчугом, драгоценными камнями, золотом. Одежда отражала социальное положение человека, подчёркивала знатность и богатство, полнейшую неприспособленность к труду. Трудовой народ одевался иначе. Платья простых людей были практичны, удобны для работы. Характер народной одежды почти не изменялся веками. В 17 веке, в эпоху барокко, платья знатных придворных дам превратились в причудливые сооружения, поддерживаемые сложнейшими каркасами. 18 век, век пудры, кружев, минуэтов. Одежда становится ещё более изысканной. Служанки лишь отчасти заимствовали форму платья своих господ, но шили её сами из грубых домотканных материалов. Лишь на короткий период после Великой Французской революции в моде возродились естественные формы античной одежды. А затем снова, но ещё более утрированно, возвратилась причудливая мода столетней давности. Под широкими верхними юбками носили нижние, сплетённые из конского волоса. Талию туго стягивали корсетом. Позже с помощью корсетов так деформировали фигуру, что она напоминала латинскую букву «С». Здоровье женщин, конечно, от этого очень страдало. В России долгое время, до начала 18 века сохранялась своя национальная одежда. Она была красива и нарядна. Снизу носили вышитые полотняные рубахи. Знатные женщины надевали сверху ещё одну рубаху, а на неё шушун, длинный сарафан. В холодное время года носили душегреи, летники, телогреи. Русские женщины всегда ходили с покрытой головой. В праздники надевали кокошники. Одежда была красочной, яркой. Любимым цветом издавна считался красный. Цвет радости жизни. Но постепенно и в Россию проникли придворные европейские моды. Дамы из высшего общества всячески изощрялись в роскоши своих туалетов. одежды. Каждое такое платье нередко стоило годового заработка средней рабочей семьи. Лишь с приходом Великого Октября произошло резкое изменение в одежде. Теперь она соответствовала суровым условиям гражданской войны и послевоенного строительства. Но уже тогда в трудное для страны время закладывались основы советского моделирования. Этот ансамбль созданный нашими модельерами на основе русских национальных мотивов завоевал в 1925 году на всемирной выставке в Париже высшую награду Гран-при. Советские модельеры бережно хранят образы русской национальной одежды. Национальные традиции народов нашей страны богатейшее наследие народного творчества постоянный источник вдохновения художников. Фольклорные мотивы подходят как к народной одежде так и к повседневной. коллекции советских модельеров занимают достойное место на международных смотрах. Художники модельеры разрабатывают модели не только для индивидуального пошива. Пожалуй, их главной задачей является создание удобной и красивой одежды для миллионов советских людей. При этом они стремятся, чтобы и при массовом пошиве сохранилась оригинальность фасона, высокое качество исполнения. Новейшие машины с различными приспособлениями позволяют выполнять нарядные отделки. для воплощения замысла художника необходимо разработать конструкцию модели. Иногда это делают муляжным методом. На манекен накладывают специальную ткань, придавая ей форму задуманного фасона. Затем ткань снимают, переводят объемные детали на плоскость и делают по ним выкройку. Муляжный метод применяется редко, только при создании сложных моделей. Эту работу выполняет сам модельер. Но обычно замыслы художников осуществляют конструкторы, которые должны разработать чертежи модели с точными расчетами профилей каждой детали. Конструирование не менее сложной творческий процесс, объединяющий в себе решение эстетических задач с их техническим воплощением. Наиболее распространенный метод конструирования расчетно-аналитический. На основе данного метода и типовых размерных признаков, указанных в Осте, конструктор строит основу чертежа. В Осте указаны основные антропометрические точки, а также даны рекомендации для точного измерения фигуры человека. Например, при измерении обхвата шеи нужно наложить сантиметровую ленту нижним краем над шейной точкой, а сбоку и спереди по основанию шеи ключичным точкам и замкнуть ее над еремной впадиной. Для записи всех измерений остом установлены условные буквенные обозначения. Основным размерным признаком является величина третьего полуобхвата груди. вверху и на создание чертеж эталонного образца модели и сохранить в нем пропорции задуманные художником Необходимо все измерения выполнить с особой тщательностью. В основу конструкторской разработки ложится модель, созданная художником с учетом рисунка и особенностей ткани. Чертеж выполняют на основе структурной схемы. В расчетах, по которым строится чертеж, учтены технические прибавки на свободное обликание одежды по фигуре человека. Каждую деталь переводят резцом на плотную бумагу, из которой затем будут выполнены лекал. Конструктор четко прорисовывает все контуры. Затем он делает установленные нормами прибавки на швы. Лекала вырезают, точно сохраняя их профиль. А теперь в работу включается мастер-исполнитель, который наносит на ткань контур каждой детали и выкраивает ее. После этого надо подготовить платье к примерке. На примерке экспериментальной модели конструктор и модельер вносят коррективы и находят наиболее рациональные технологические приемы обработки изделия. Эталонный образец модели выносят на обсуждение художественного совета. В нем участвуют художники, искусствоведы, специалисты швейной фабрики, представители торговых фирм. Если модель одобрена, ее передают в производство. Лекала нашей модели являются эталоном, но они выполнены на третий рост 44-го размера. А на фабрике будут шить платье и других размеров. Поэтому необходимо для каждого размера сделать свои лекала. Этим занимается мастер-размножитель. Для размножения лекал существуют вспомогательные схемы. Все указания конструктора, имеющиеся в эталоне, должны быть повторены и в других размерах. Размноженные лекала вырезают. На них ставят необходимые отметки. Лекала всех деталей модели комплектуют по размерам. Номер модели и ее размер должны быть указаны на каждом комплекте. Лекала раскладывают на специальных столах, учитывая ширину ткани, ее рисунок и направление долевой нити. Потери ткани должны быть минимальны. Раскладку фотографируют с отражения в зеркалах, установленных над столами. Вместе с техническими описаниями, сопровождающими на фабрику эталон и лекал, прикладывают и фотографию раскладки. По фотографии переносят на ткань контуры деталей. Для массового раскроя делают многослойный настил ткани. Сверху кладут ткань с контурами деталей. Чтобы слои не смещались, настил в промежутках между деталями кроя сваривают. С помощью переносной раскроенной машины с вертикальным ножом, настил рассекают на части. Вырезают детали изделия на стационарных ленточных раскроенных машинах. Крой поступает в швейный цех. Умелым рукам швеи помогают специальные машины. На них обрабатывают швы. Подшивают низ изделия. Выметывают петли. Пришивают пуговицы. Мастер ОТК тщательно проверяет каждое платье перед отправкой в торговую сеть. Наша модель изготовлена из различных шелковых тканей, отличающихся по цвету и фактуре. Это даст возможность каждой покупательнице выбрать себе одежду по вкусу. Художники также создают журналы мод для тех, кто шьет сам или пользуются услугами ателье индивидуального пошива. Для моделей детской одежды характерно яркое, красочное сочетание тканей и декоративное решение отделки. А конструируют ее так же, как и одежду для взрослых. Первые профессиональные навыки в швейном деле вы получаете еще в школе. Прежде всего, чтобы ваше платье хорошо сидело, надо правильно, как это делает конструктор, измерить фигуру человека. Снимать измерения необходимо по антропометрическим точкам. По полученным измерениям вы строите основу чертежа платья, а уже на ней можно выполнить моделирование любого фасона. Процесс этот творческий. Вот подумайте, как, например, сделать такую модель. Основная выточка здесь уходит в линию бокового среза. Следовательно, и на основном чертеже ее надо расположить так же. По этой линии нужно будет сделать разрез, а основную выточку закрыть. Как получится выточка, можно проверить на манекене. А на рисунке этого платья горловина мягко задрапирована сборками. Чтобы их получить, надо перенести основную выточку в линию горловины. Ее можно было бы застрочить, но вы решили сделать на этом месте сборки. А здесь основная выточка перенесена в линию талии. Горловину тоже можно смоделировать по-разному. Вырез может быть продолговатым. Или в форме каре. Образ модели во многом зависит от конструкции воротника. Концы воротников могут быть закругленными, удлиненными или спрямленными. Воротники без стойки лежат свободно. А на стойке плотно прилегают к шее. Различные формы рукава также изменяют образ модели. Все знания, полученные на уроках труда, пригодятся вам в будущем. Если вы любите рисовать, обладаете богатой фантазией, то можете стать художником-модельером. Кого-то привлечет сложная профессия конструктора одежды. А может быть вы станете хорошей швеей и своим трудом будете приносить людям радость. Видео. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...